Украина дает сдачи. Зеленский о решениях СНБО. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последнее решение СНБО. Он пояснил, что таким образом Украина дает сдачи. Об этом он заявил в своем видеообращении. Не секрет, что последнее решение СНБО вызвало резонанс. Одобрение в обществе и возмущение тех, кто находит в решениях СНБО свою фамилию и свой бизнес. Вкратце, я описал бы этот процесс тремя словами. Украина дает сдачи, сказал Зеленский. Санкции против каналов Тараса Казака. По словам президента, власть пресекла попытку расколоть Украину пропагандой и дезинформацией. 2 февраля 2021 года была заблокирована деятельность лиц, которые считали нормой вести бизнес на временно оккупированных территориях Украины и финансировать дезинформационные батальоны, которые атаковали украинцев залпами лжи и манипуляций, заявил Зеленский. Санкции против Виктора Медведчука. Зеленский напомнил, что 19 февраля были заблокированы активы, имущества, аннулированы лицензии и разрешения предприятий, связанных с народным депутатом Виктором Медведчуком. Также было поручено вернуть в государственную собственность нефтепровод Прикарпат-Запаттранс. И не менее важно, выяснить при каких обстоятельствах в 2015 году, в эпоху гетманства всем известно кого, в частной собственности оказался государственный нефтепровод протяженностью почти полторы тысячи километров, возврат мотор Сечи в государственную собственность. Зеленский также прокомментировал последнее решение СНБО, которое приняли 11 марта. Также справедливую и законную реакцию со стороны Украины должны получить и те, кто считал, что не у государства, а в частных руках, может оказаться контрольный пакет акций над стратегическими оборонными предприятиями, в частности, мотор Сич, добавил он. Новость дополняется.